Добрый день, меня зовут Халила Васиэтна-Льбьевна, я являюсь преподавателем Кубанского государственного университета по специальности итальянский язык. Сегодня мы проведем разбор олимпиадных заданий регионального этапа Олимпиады по итальянскому языку. Перед вами два файла. Слева файл тех заданий, которые были у детей, участников Олимпиады. Справа идет транскрипция аудирования для восприятия. Цвета, выделенные в левом файле, они соответствуют тому сегменту текста, который говорит о том или ином правильном ответе в правом файле. Начнем. Первый вопрос. Ильпана гратис, эуна коза нормале, ней темпи антики. В данном случае вы не видите выделенного желтого цвета в тексте транскрипции, так как здесь необходимо было выполнить это задание по общему восприятию. Разберем его перевод. Бесплатный хлеб был нормальным явлением для античных времен. Такого утверждения в тексте не было, в аудировании не было, поэтому здесь правильным ответом является фальсо. Следующий вопрос. Обратите внимание, в правом файле. Не все имели право на получение хлеба, необходимо было быть в официальном списке по распределению хлеба, который исключали женщин и детей, поэтому здесь правильным ответом является фальсо. Следующий вопрос связан с этим же предложением, поэтому он тоже выделен зеленым цветом. Le donne e bambini non ricevenu gratis niente. Женщины и дети не получали ничего бесплатно. Как говорится в последнем сегменте выделенного текста зеленым цветом. Que escludano donne e bambini. То есть эти листы, эти списки официальные, они исключали женщин и детей. Следующий вопрос. E cittadini non romani non anno diritto alle distribuzione gratuite. А жители, не относящиеся к римлянам, да, то есть не римляне, не имели права в получении вот этого хлеба бесплатного. Здесь верным ответом является vero. И серым цветом выделен также сегмент в тексте. Требования были простые, то есть было необходимо быть гражданином Рима и проживать также в Риме. Следующий вопрос. La tessera era di carta o di cuoio. Здесь вот эти вот таблички, которые выдавались, да, как бы документ, удостоверяющий право на получение хлеба, были из бумаги или из кожи. Правильным ответом здесь является falso, так как в тексте мы видим таким же фиолетовым цветом, выделенным. То есть вам дается эта карточка из дерева или из свинца. Пройдем дальше. Следующий вопрос, шестой. Ogni giorno davanti alle arcate se presentano non più di 35 citadini per ricevere il grano. Здесь верным ответом будет falso, так как в тексте говорится, что Ogni giorno, infatti, davanti a ciascuna arcata ci sarà un gruppo di cento cinquanto uomini e così anche il giorno seguente. То есть в тексте говорится нам о том, что 150 человек приходило к аркам для получения зерна. Седьмой вопрос. La strucura che si occupava della distribuzione del pane gratis si chiamava anonna. Здесь верным ответом является первый, vero. Посмотрим. В тексте большая часть выделена красным цветом, так как в следующем задании тоже будет ссылка на эту часть. Посмотрим. Первое предложение выделено красным цветом. Questa strucura si chiama lanonna a capo della quali. И продолжение идет, которое нам понадобится в одном из последующих вопросов. То есть мы здесь видим подтверждение того, что questa strucura si chiama lanonna. Пройдем к следующему заданию. Задание номер два предполагало выбор уже не vero-falso, правда-loge, а выбор конкретного варианта ответа. Первый вопрос. Prima il grano si vendava a un prezzo. Здесь верным ответом является piubasso di quello di mercato. То есть ранее зерно продавалось по цене ниже рыночной стоимости. Об этом говорится в сегменте, выделенном желтым цветом. A l'inizio il grano veniva distribuito a un prezzo politico, che è inferiore a quello di mercato. То есть вначале зерно продавалось, распространялось по цене политической, то есть ниже рыночной стоимости. Следующий вопрос. Il pane gratis si distribuiva ai. Верным ответом здесь является b. Cittadini residenti aroma. Об этом уже говорилось в предыдущем задании. Серым цветом выделен этот сегмент. Recusite sono semplici. Bisone essere cittadini romani ed essere residenti aroma. Следующий вопрос. La tessera si dava per indicare. То есть вот эта вот карточка, документ, удостоверяющий право на получение зерна, указывал il giorno e l'arcata. Посмотрим в тексте. Здесь говорится о том, что... Так, минуточку. Немножко потерялись. Вот. К сожалению, я не пропустила, я не выделила этот сегмент. Но выделим его сейчас. Видано у на тессера, dilenio di piombo, su la quali, no sono scritti non soltanto il vostro nome, ma anche il numero dell'arcata, dove avrà luogo la distribuzione. То есть на этой карточке говорилось не только ваше имя, но также и номер арки, в который необходимо было получить зерно, причитающееся. Далее. Здесь не совсем полным... В варианте теста не совсем полностью употребляется вот все, что указывалось на этой карточке, но тем не менее есть два пункта, то есть это был день и номер арки. Следующий вопрос. Il prefetto stava a capo di... Здесь верным вариантом ответа является una struatura administrativa, que organizava la distribuzione del grano. То есть префект был во главе структуры административной, которая организовывала распространение этого зерна. Здесь мы возвращаемся к большому выделенному красному сегменту, к первому предложению. В данном сегменте комплексно, дается ответ на этот вопрос. И также следующий вопрос, 12-й, связан с этим сегментом. Il prefetto prima di distribuir il grano doveva trovarlo, farlo, arrivare e conservarlo. То есть это последняя часть красного сегмента. Вот это предложение. То есть два вопроса у нас, 11-й, 12-й, связаны как раз таки вот с вот этой частью текста. Следующий вопрос. Il grano veniva coltivato. Зерно выращивалось. Верным ответом. Здесь является ответ «А». Тут мы отправляемся в последнюю часть текста, где говорилось в двух предложениях. dove si trovava tanto grano, где находилось столько зерна, так много зерна. И через предложение говорится о том, что lo si facceva arrivare dall'iare dell'impero. И шло бы также продолжение. То есть его находили, его привозили с различных районов Римской империи. И разберем последний вопрос. Здесь и территорики продучеевану piu grano erano. Верным ответом здесь являются legito e il nord-Africa. Этот вопрос немножко коварный, так как в последнем предложении говорится, что que lo producevano in grande quantità come, per esempio, la Sicilia, la Sardinia e soprattutto il nord-Africa e legito. Конечно же, здесь говорится и о Сицилии, и о Сардинии, но у нас есть ключевое слово «sopratutto», которое мы можем перевести как «в особенности», то есть прежде всего в Северной Африке и Египте. Таким образом, вот это слово нам дает указание на то, что в большей мере производилось именно в Северной Африке и в Египте. Переходим к последнему вопросу. Il grano veniva conservato. Зерно хранилось. In grandissimi depositi. Об этом у нас говорилось в этом большом сегменте, выделенном красным цветом, в последней части. Aroma e conservarlo in enormi depositi speciali. Per poi distribuirlo. В данном предложении, в данной части предложения, кроется ответ на 15 вопрос. Переходим ко второй части. Лексико-грамматический тест. Максимальный балл был за этот тест 20 баллов. То есть каждый балл соответствовал каждому пункту из вот этой вот таблички. Здесь нам дается три варианта ответа. И таким образом мы могли выбрать наиболее подходящий, наиболее логичный ответ. В первом вопросе мы выбираем словом quinta. Почему мы выбираем здесь quinta, а, например, не quinto и не cinque? Cinque – это количественное числительное. Мы его не используем для обозначения какого-то класса. Как и в русском языке мы говорим пятый класс. Слово quinto – это то же самое прилагательное, что и quinto, только в мужском роде. Но почему здесь мы выбираем именно женский род? Потому что определяющим словом в данном случае является слово classe. То есть la quinta – classe elementare. Если мы берем полную форму, соответственно, если даже слово у нас la classe пропущено, то нам необходимо согласовывать именно с определяющим словом. В следующем предложении мы выбираем вариант А. В третьем пункте мы выбираем предлог D, вариант B. Во втором пропуске мы выбираем tra passato prossimo, ввиду того, что я начал читать его два дня назад и не мог дождаться конца, то есть окончания книги. Здесь у нас выбирается tra passato prossimo, так как в предыдущем предложении у нас употреблено remoto, passato remoto. И даже в независимых предложениях, которые следуют друг за другом, мы можем использовать предпрошедшее время для обозначения вот этого действия, которое у нас произошло ранее, другого действия в прошлом. В третьем пункте у нас единственным верным вариантом был предлог D, потому что non veder loro di finirlo. Это устойчивое выражение, которое, конечно же, нужно знать. В четвертом пункте мы выбираем форму nascosi. Lo tirai fuori da la cartella e lo nascosi sotto il banco. Nascosi у нас это форма глагола nascondere, passato remoto, в первом лице единственного числа. Остальные формы не соответствуют этому лицу и числу. В пятом пункте мы выбираем вариант D. Oni tanto legevo un paio di paragrafi. То есть предлог D это вариант ответа B. Является единственным логичным здесь пунктом, так как у нас устойчивое выражение un paio di, пара чего-то, да, как раз-таки неразрывно соединяет un paio и предлог D. Плюс, конечно же, тут можно также иметь в виду родительный падеж, который выражается у нас тоже через предлог D. В шестом пункте мы выбираем причастие A. Пункт A. Occupato. Тут говорится о том, что el maestro Occupato a spiegare qualcosa di molto complicato al alavani. То есть причастие здесь выражается, выражает, что занятый учитель, занятый объяснением чего-то очень сложного у доски. Другие варианты здесь у нас неподходящие, потому что B в варианте B это у нас герунди идет, а в варианте C в принципе просто форма инфинитива. Номер семь. Cuando mi misi allegere el capítulo nella foresta vergine? И так далее. Это вариант A, верным здесь является, так как mi misi это форма неправильного глагола mettersi, еще и возвратного глагола mettersi, во времени passato remoto. Просто форма misi нам недостаточно, нам нужен возвратный глагол, потому что здесь именно употребляется, что не положил что-то, то есть я принялся за чтение главы. Далее, восьмой пункт. Que non mi accorsi que el maestro si era avicinato. Верным ответом здесь является ci. Здесь необходимо было употребить trapasato prossimo, так как в предложении говорится То есть я принялся за чтение и не понял, то есть вот тут ключевым моментом является non mi accorsi, это passato remoto, que el maestro si era avicinato. Что учитель приблизился, подошел к моей парте. То есть предпрошедшее действие trapasato prossimo выражает у нас факт того, что учитель сначала приблизился к парте, а потом я понял, то есть я отдал себе отчет в том, что он приблизился. Тут по согласованию времен, конечно же, было необходимо употребить trapasato prossimo. Девятый пункт. Здесь у нас идет прямая речь. Castelli. Que cosa? Верным вариантом ответа объявляется stai facendo, fu come un puño nello stomaco и так далее. То есть в прямой речи идет вопрос. Castelli. Чем ты занимаешься? Здесь у нас необходимо было выбрать именно эту форму stai facendo и этот оборот, stare plus gerundio, для выражения того, что действие происходит в данный момент. Здесь есть подобная конструкция, просто в другом лице stai facendo, но она у нас не соответствует второму лицу единственного числа. Пункт 10. Необходимо было выбрать вариант A. Вариант dammi subito quello que hai sotto il banco. Форма dammi является единственной из приведенных, ну не единственной, а подходящей. Так как здесь у нас идет обращение, и обращение это выражено в повелительном наклонении. Обращение это идет на форму ты, на второе лицо единственного числа. Поэтому по правилам образования императиво и употребление в императиво неправильных глаголов, кратких, коротких, очень такие как глагол dare, с прямыми и косвенными дополнениями, любыми частицами формата mi. Здесь у нас имеется в виду, что дай мне сразу же, то есть в сию минуту, то, что у тебя под парты. Форма b у нас, вариант b у нас не является повелительным наклонением в принципе, а форма chi это вежливая форма, но тоже не совсем корректно образованная, потому что здесь, конечно же, глагол у нас употреблен в неправильной форме. Поэтому методом исключения, естественно, мы выбираем форму dammi. В пункте 11. Il cursaro neiro finit nel le mani del maestro, то есть книга, вот эта cursaro neiro, оказалась в руках маэстро, да, учителя. Здесь мы выбираем форму nel le, так как слово mani, это слово женского рода, множественного числа, и это слово является исключением. В единственном числе мы употребляем форму la mano, во множественном числе le mani, и по правилам соединения артикля и предлога у нас получилась форма nel le, да, это у нас preposizione articulata. В двенадцатом пункте. Questo lo tengo io, то есть это я поддержу. Это здесь у нас lo, форма, вариант ответа chi, заменяет книгу. Il libro il cursaro neiro. Это прямое дополнение в безударной форме, и вот lo как раз таки соответствует мужскому роду единственного числа. В тринадцатом пункте. Anzi penso di restituirtelo a fine anno. То есть нет же, я думаю, что я верну его тебе, ее тебе по-русски, по-итальянски как бы его тебе. Почему я осознанно это говорю? Его тебе, потому что мы заменили lo, как бы lo у нас заменяют книгу, и libro, которые в итальянском языке относятся к мужскому роду. Поэтому я думаю, здесь у нас идет форма инфинитива restituire, единственного логически подходящего суда. Остальные глаголы у нас не вписываются логично в это предложение. И в конце у нас идет, конечно же, прямое дополнение lo, заменяющее книгу. Дальше номер четырнадцатом. В номере четырнадцатом мы выбираем вариант B, предлог да. Иринградсия ми, ке нон ти до да скривери, до эчэнто вольте. В данном случае употреблена функция предлога да, в которой он указывает на действие, необходимое к исполнению. Эту функцию, да, то есть ти до да скривери, до да манджаре, да бере и так далее. В предлоге, предлог да употребляется, как бы требует после себя инфинитив, какого-то основного глагола, да, который указывает на действие, необходимое к исполнению. Номер пятнадцать. Мы выбираем форму quel. Probabilmente. In paese ero l'unico a davere quel libro. Здесь мы выбираем вариант B. Это усеченная форма quel по правилам образования, употребления и согласования с последующим существительным. Прилагательная, указательная прилагательная quel усекает у нас, вот, допустим, в варианте ищей вы видите полную его форму перед мужским родом единственного числа, самым рядовым словом, который не начинается с s плюс согласный или zeta, или там, некоторых других буквосочетаний, мы выбираем форму quel, усеченную форму. Дальше, шестнадцатый пункт. Edovevo terminarlo il prima possibile. Верным вариантом ответа является A. То есть я должен закончить ее, опять-таки его по-итальянски, да, то есть это книга подразумевается, как можно раньше. Il prima possibile, это тоже устойчивое выражение, обозначающее вот, как можно раньше. Семнадцатый пункт. Domani matina lo metero nell'armadio. Здесь у нас даются различные формы сочлененного предлога in, но мы выбираем форму nell'апострофу, так как у нас следует слово мужского рода единственного числа, начинающее с гласной буквы. Соответственно, мы должны употребить апострофированную форму сочленного предлога. Forse avro bizonio del tuo aiuto. В пункте восемнадцать мы выбираем вариант А. Единственный верный, так как, конечно же, устойчивое выражение у нас звучит avro bizonio di, как указано, например, в варианте b, но следом у нас идет существительное вместе с притяжательным прилагательным tuo. В таких случаях, перед притяжательным прилагательным мы обязательно ставим определенный артикль, если мы не говорим об исключениях. Поэтому здесь получается, что форма del это форма вот опять-таки сочленного предлога. Предлог di плюс артикль il. Далее разберем последние два пункта. Это пункт девятнадцатый. В первой части предложения у нас идет повествование, то есть тем днем, после обеденной части, после обеденной части дня я закрылся в своей комнате, спустился только, чтобы поужинать. В первой части мы видим употребление глагола андай в пасато ремонто в первом лице единственного числа. Соответственно, для перечисления действий мы будем брать точно такую же форму, то есть первое лицо единственного числа. И этой форме от глагола шейндре соответствует именно форма B, вариант B, форма шейзи. Идем дальше. Последний вариант, последний пункт двадцатый. Здесь у нас идет опять прямая речь, идет повелительное наклонение. Здесь мы выбираем вариант А, тьени, через титуис, коль то, курсару нейру. Держи, я отдам тебе эту книгу курсару нейру. Здесь единственным вариантом, конечно же, у нас является тьени, именно во втором лице единственного числа, на форме ты, ту, так как вариант B тоже у нас является частью повелительного наклонения, императива, но это уже будет третье лицо единственного числа, а последний пункт, чьи, это в принципе не повелительное наклонение вообще. Переходим к лингвострановедению. Для лингвострановедения я ставила здесь, то есть как бы дополнительно не нужно никуда смотреть, вы можете сконцентрироваться только на этом файле. Здесь у нас идут вопросы про различные личности, да, знаменитых, какие-то знаменитые явления в Италии. Разберем их поподробнее. И символ del miraculo economico in Italia E. Правильным вариантом ответа является La Fiat Seicento. Символом экономического чуда в Италии является Fiat 600. Конечно же, наряду с предыдущей моделью Fiat, La Fiat 500, модель 600, Fiat 600 является символом экономического чуда, то есть масштабного автомобилестроения. И также именно вот эту модель машины можно услышать в знаменитой песне Toto Coutinho L'Italiano, да, как раз таки говорится, то есть Seicento и вы можете услышать и перепроверить например в этой песне. она дублируется. Второй вопрос. Sono Inomi De Maggiore Shensiati Di D'Italia и даются варианты ответа. Здесь вариантом верным является конечно же Bi, Galileo Galilei, Alessandro Volto, Gullermo Marconi, так как в других двух вариантах у нас также встречаются имена деятелей искусства. А эти три ученых являются только учеными. Третий вопрос. Nell'epoca Risorgimentale i Patroni hanno luttato contro. Верным ответом является l'Impero Austriaco. В эпоху Risorgimento patrioty боролись против Austrijской империи. Четвертый вопрос. All'origine di tutti i moderni sistemi di telecomunicazione C. Правильным вариантом ответа является il Telegrafo Sensofili di Marconi. В основе всех современных систем телекоммуникации находится беспроводной телеграф Guglielmo Marconi. Это был действительно первый телеграф, первая система по отправке беспроводного сигнала. Дальше практически в любом крупном городе Италии названа в честь прорыва войск объединенных войск королевства Италии. Именно 20 сентября они спустя трехдневные осады римской так скажем крепости они прорывают брешь в Портопия. И в честь этого естественно названа эта улица. Идем дальше. Шестой вопрос. Верным моим вариантом ответа является чьи? То есть в Италии масс-медиа включают в себя газеты, радио, журналы, телевидение, информационные агентства. Седьмой вопрос. Верным вариантом ответа является чьи? То есть это регионы, провинции, коммуны. Это и есть административное отделение Италии. То есть в Италии 20 регионов, 110 провинций. То есть еще в каждой провинции идет подразделение на коммуны. Восьмой вопрос. Италия верным верным вариантом ответа является бид говерно. То есть в Италии исполнительная власть исполняется правительством. Выполняется правительством. Вопрос номер 9. Верным вариантом ответа является А. Античное, то есть древнее, старинное кафе, бар Грейко в Риме до сегодняшнего дня, также сегодня, сохраняет память о Николае Гоголе. Дело в том, что Гоголь очень часто посещал Италию, и почему-то именно в Италии ему особо хорошо удавалось писать о России. И в этом именно кафе, то есть в этом баре Гоголь часто встречался со своими друзьями художниками, такими как Брюлов, Иванов и другими. Десятый вопрос. И пью импортанты романсу дэла литература итальяна Э. Верным вариантом ответа является И промисси спози дэли Сандро Монзони. Наиболее важным романом итальянской литературы является обрученный Александро Монзони. Дело в том, что действительно это первый исторический роман, который начал опубликовываться в 1827 году, и конечно же он является классикой итальянской литературы. Переходим к следующим заданиям. Здесь слева вы увидите варианты ответа, а справа будут также части текста, выделенные соответствующим цветом. Первый вопрос. Убальдо испытава Артура и своего падра. Верным вариантом ответа является би а ле сетте и мэдзо пречизисими. То есть Убальдо ждал Артура и его отца в 7.30 ровно. Посмотрим на выделенный сегмент желтым цветом. Убальдо было ординато ке си презентассеру часами на башне, на основной башне города. Здесь мы смотрим на серо-голубой цвет в тексте. А коль темпо лагенте нормали до навеевар орлоджи то есть в те времена обычный люд, обычный народ не имел часов и тогда наши имеется до наших героев ждали на площади вплоть до того, как башенные часы укажут время. Третий вопрос. Убальдо был доволен Артура потому что здесь верным вариантом является ч копива тутто rapidamente. То есть Убальдо был доволен Артуром потому что он понимал все очень быстро. Смотрим на голубой отрезок. Артуро копива velocemente и Убальдо era molto impressionato perché Артуро sembrava molto зверio anche se era un semplice ragazzo di campanio. То есть Артуро понимал все очень быстро и Убальдо впечатлен так как Артуро казался очень таким живым то есть очень подвижным активным даже если он был обычным деревенским парнем. Четвертый вопрос. Grazie ad Arturo здесь верным вариантом является be e rici vimente del marquese di venero famosi anche fuori Bergamo. Здесь мы обращаемся ко второй части текста ко второй странице. Благодаря Arturo приемы маркиза становятся знамениты также за пределами Bergamo. La bellezza delle schinografie delle chene e feste del marquese di venero famose in tutta Bergamo e anche melano. Красота этих ужинов праздников маркизов делают знаменитыми приемы даже за пределами Bergamo по-итальянски и также в Венеции в Милане. Идем дальше. Последний вопрос здесь. La paga di Arturo была удвоена потому что il marquese era molto contento del suo lavoro. Марquese был очень доволен его работой. Смотрим в тексте di questo il marquese era molto soddisfatto. La paga di Arturo venera adopiata così Arturo poteva anche aiutare la sua famiglia. То есть тем самым фактом то есть мы смотрим вот на предыдущее предложение то есть фактом успешности приемов этим всем был очень доволен был очень удовлетворен маркиз и оплата Arturo была удвоена таким образом Arturo мог также помогать своей семье. Переходим к последнему тексту точно так же перед вами будут вопросы слева справа будет часть текста Итак Palladio è uno dei architetti italiani più famosi здесь правильным ответом является A Vero смотрим в текст Andrea Palladio è sicuramente uno dei più grandi architetti Второй седьмой вопрос La Basilica Palladiana a Vicenza è una vera cattedrale То есть базилика которую построил Palladio в Vicenza на самый настоящий собор Здесь правильным ответом является B falso так как в тексте у нас говорится То есть в тексте говорится что отец показал мне эту базилику которая на самом деле не является базиликой на самом деле она является зданием муниципалитета Восьмой вопрос La famosa rotonda di Palladio citrova fuori cita incolina Знаменитая rotonda построенная Palladio находится за пределами города на холме Верным ответом является A Vero Здесь посмотрим Здесь у нас правильный ответ раскрывается в двух частях как бы немножко в начало идет La famosa rotonda То есть вот знаменитая rotonda Далее идет То есть чтобы туда добраться туда к знаменитой rotonda Мы выехали за пределы Веченции и поднялись на холм с которого там и так далее идет продолжение Следующий вопрос Девятый Верным ответом является A Vero То есть бакала и полента это типичные блюда Веченции Здесь у нас идет прямая речь в тексте вот также серо-голубым цветом выделено Вы в Веченции соответственно полента и бакала Он нам ответил Он это официант у которого в предыдущем предложении спросили совета чтобы вы нам могли порекомендовать и это его ответ Последний вопрос здесь ПЕРО ПЕРО пробормотал мой брат и также и полента мне не нравится и он говорит о своих предпочтениях и далее в тексте у нас указано что отец одним сыном заказывают это блюдо а вот второй сын которому это не нравилось он делает свой отдельный заказ на этом основные письменные задания заканчиваются сейчас буквально несколько комментариев касательно письменного творческого задания и устной части письменное творческое задание на региональном этапе олимпиады по итальянскому языку было посвящено теме здесь дается цитата Пьера де Кубертана о том что важно самое главное это не победить а участвовать то есть не победа а участие основной вещью является не победа основополагающей вещью но уверенность в том что мы хорошо сражались что ты хорошо сражался и далее идут вопросы по теме сэй дакордо конкуиста идея оно перкэ мотива лато респоста кон эземпи конкрети ты согласен с этой идеей или нет почему мотивируй свой ответ конкретными примерами также тут в тут же в задании указывается то есть текст должен был содержать 200-220 слов включая артикли предлоги какие-либо частицы здесь хотелось бы сказать что в критериях оценки которые получили я и мои коллеги члены комиссии было указано даже что мы могли принять к проверке работы которые содержали минимум 180 слов поэтому к сожалению у нас одна из работ была содержала меньшее количество слов причем гораздо меньше слов чем требовалось естественно мы не имели права ее проверять но в основном как бы только вот у одного участника олимпиады была такая ситуация у всех остальных как бы вот это количество слов оно было соответствующим и они их работы подлежали проверке на что обращалось внимание да то есть в первую очередь это содержание то есть как раскрывается тема как решена коммуникативная задача то есть был ли понят вопрос был ли как бы очень так скажем подробно и с использованием своих каких-то жизненных ситуаций жизненного опыта была раскрыта тема также обращалось внимание на организацию текста то есть необходимо было использовать какую-то вводную часть далее необходимо было как бы раскрыть свои доводы в основной части и в конце у нас всегда идет какой-то небольшой вывод какие-то завершающие фразы также безусловно большое внимание обращалось на лексическое и грамматическое оформление то есть мы придерживались да то есть все члены комиссии придерживались строго критериев оценки которые нам были предоставлены и для того чтобы получить максимальный балл по лексическому и грамматическому оформлению необходимо было во-первых использовать конечно же максимально разнообразную лексику непримитивную показать свой богатый лексический запас и также запас грамматических конструкций то есть при именно оценке грамматического оформления учитывались разнообразие грамматических конструкций использование фразеологизмов использование более сложных времен конечно же и конечно же безусловно то есть в любом абсолютно предложении будь то более сложная или более легкая конструкция к использованию конечно же необходимо было соблюдать все правила грамматики согласовывать существительность с прилагательными употреблять верные предлоги и так далее на это все тоже очень обращалось внимание и последним пунктом из критериев появлялась орфография поэтому к сожалению даже у некоторых больших по объему работ и достаточно талантливых в плане лексического употребления оформления к сожалению очень много было орфографических ошибок встречались они и конечно же мы понимаем что дети волновались и мы как бы старались быть максимально объективными это все что хотелось сказать про письменный этап про сочинение также хотелось бы пару слов сказать про устный экзамен устный этап в первую очередь хочется отметить что все участники регионального этапа показали прекрасное произношение очень хороший темп речи ни у кого не было долгих пауз в принципе все справились с устным этапом достаточно хорошо также хотелось бы остановиться на критериях оценки первое это содержательность конечно же у нас на выбор предоставлялось 20 участники олимпиады тянули как в виде жребия то есть они не видели конечно же темы но темы были достаточно интересными и такими богатым полем для рассуждения и конечно же содержательность здесь включала то как участник олимпиады раскрывает тему как он ее понял и то есть наводящие какие-то вопросы были включены в каждый пункт в каждую тему что позволяло как бы участнику олимпиады наибольшим образом выразить свои мысли безусловно также внимание обращалась на лексическое оформление речи и то есть лексическое оформление да это тоже самый пункт который был и в письменном этапе то есть это богатый лексический запас это широкая лексика да то есть широкие области лексики не банальные не тривиальные И, безусловно, в плане грамматики мы точно также должны были придерживаться критерия оценки. Именно использовались различные фразеологические обороты, правильно ли были согласованы существительные, прилагательные, глагольные конструкции. То есть все это, конечно же, тоже имелось в виду. И последние два критерия – это темп речи и произношение. Это, как я уже сказала, два пункта, по которым практически все участники показали блестящие результаты и показали достаточно четкое, красивое произношение. Это все, что мне хотелось осветить сегодня. Все участники Олимпиады очень хорошо постарались. Будем надеяться, что в следующем году и в последующие годы мы также будем видеть заинтересованность со стороны ребят. На сегодня все. Спасибо большое. До свидания.